Не логаном единым, так можно охарактеризовать будущую систему координат марки Рено. Французский бренд намерен уходить из нижнего сегмента рынка, чтобы его постепенно оккупировали румынская дача и наша Лада, объединенные общим управлением. Для нас это означает, что будущие Лады будут перелицованными дачами, и собственных разработок у Автоваза не будет. А вот у Рено планы радужные. До 2025 года марка обещает вывести аж 14 свежих моделей, из которых половина – это представители классов C и D. Притом для каждой из будущих новинок сразу же готовятся гибридная и электрическая версии. В доказательство французы выкатили эффектный концепт Рено 5. Последний обыгрывает образ одноименной модели, что выпускалось около четверти века назад – с 1972 по 1996 годы. Технических подробностей пока нет, но совершенно очевидно, что электрическая пятерка бросит вызов 500-му Фиату и хатчбекам Мини. И это явная заявка на премиальный статус. Впрочем, за настоящий премиум будет отвечать марка Альпин, закрытие которой предрекали не только лишь все. Между тем, подразделение будет жить, а с созданием следующего поколения батарейных машин ему помогут англичане из Лотуса. И, конечно, никуда без так называемой мобильности, то есть собственных лизинга, каршеринга и подписки. Под это дело даже планируется выпустить квартет специальных автомобилей, включая компактный грузовичок. Впрочем, в России все остается более-менее по-прежнему. Во всяком случае, второй Duster точно выйдет на отечественный рынок под маркой Рено. Онлайн-премьера запоздавшей новинки назначена на 11 февраля. Напомним, что внешне наша вариация бестселлера повторяет европейскую, но салон и платформа взяты от Арканы. Ниссан Кашкай не справил даже европейскую премьеру, а значит, до российской еще очень далеко. Ведь нашим машинам предстоит примерить другие силовые установки, тогда как евроверсии окажутся чисто гибридными. Так, базовое исполнение получит модернизированный турбомотор 1.3, дополненный мягкогибридной надстройкой. В списке доступных трансмиссий сохранятся механика и вариатор, плюс передний и полный привод. Флагманская версия удивит последовательной гибридной системой, сердце которой – полуторалитровый турбомотор на 157 сил. Ему предстоит вращать генератор, от которого энергию будет получать 190-сильный электродвигатель. Продолжение следует...